Мы хотели узнать, скучаете ли вы по Крыму? Странный вопрос, если честно, потому что определённо скучаю. И более того, это можно проследить и по моим глазам. Да вообще, как-то это, мне кажется, видно и чувствуется. Конечно, скучаю. Это придаёт вам сил и творческой энергии, либо наоборот, сложнее становится жить и творить? Так как я всё-таки, можно сказать, вышла из дома в 14 лет и поступила в музыкальное училище в Симферополе, потом в 17 я уже поступила в Киеве, в Национальную академию, то я не была привязана именно конкретно, возможно, именно к своему дому, к своим любимым вещам, саду, кровати и прочее. в каких-то штуках, из чего состоит обычный дом. Но я была привязана к самой атмосфере. Вот с одной стороны горы, вот там 7 минут дорога шла к морю, 7 минут шла дорога в горы. Там, собственно, я пасла своих барашков, которых у нас было немножко, собирала виноградные листья, которые мама закатывала, и потом делала такие голубцы из виноградных листьев на Новый год. Это был такой действительно деликатес. За этими вещами я очень скучаю. И пока я держусь, потому что приезжает мама, мы встречаемся с папой, то есть как-то вот всё равно есть постоянная связь. Каждый день у нас мы связываемся вайвер, скайп. Не было ни дня, чтобы мы не были все на связи. Сестра в Стамбуле, мама там, папа в Крыму, сейчас мама у меня, но, в общем-то, мы всё время поддерживаем связь. Как будет дальше, я не знаю. Вот вы говорите, что чувствуете связь со своими родными из Крыма. В 2009 году вы побеждали в новой волне, и тогда, как мы помним, простые жители Крыма горячо поддерживали вас. И это было заметно. А вот сейчас, насколько заметна поддержка из Крыма, от рядовых простых крымчан, не от ваших, а близких? Очень, очень чувствую поддержку. И тогда, и сейчас. Ой, хотите, я вам прочитаю одно самое крутое? Приходит очень много писем. Говорят, что сейчас там в Симферополе из каждой кафешки, из каждого магазина, звучит 1944, из каждого вообще, ну, то есть, ларька. И мне это очень приятно. И получаю очень много писем, что внуки ставят своим бабушкам, которые пережили депортацию, и они уже, только узнав о названии, уже это их как-то трогает. И, ну, в общем, тяжело. Но, в общем, получила такое письмо от Лилии Буджуровой. Это невероятная такая писательница, активный деятель крымско-татарский. «Я знала, что буду опять плакать, когда моя любимая Джамала будет петь о своем народе и о себе. И я плакала. Твой голос глубокий, как черное море, переливчатый, как его волна, искристый, как звезды над юдахом, бездонный, как крымское небо, завораживает, берет в плен твое сердце и ведет за собой туда, где его боль поймут и разделят. Сагул Джамала. Сколько мы еще об этом будем плакать? Очень скучаю за Крымом, потому что я им не насладилась». На ваш взгляд, заслуга этого успеха, есть ли ее часть, в том числе в нынешней политической ситуации, в том, что украинцы поддерживают крымских татар? И является ли поддержка вас поддержкой крымских татар в целом? Ой, ну мне бы все-таки не хотелось объединять эти все совершенно полярные темы политика и музыка. Конечно, для кого-то это сыграло важную роль, что песня, написанная крымской татаркой, о крымских татарах, для кого-то это важно, для кого-то вообще просто сыграла роль музыка, вообще общий посыл, даже который имеется в английской части песни. Для третьих это вообще сколыхнуло целую волну похожих историй. Писали очень многие, действительно, сами украинцы, рассказывая, как репрессировали западные Украины их родители. Рассказывали мне, как бабушке им рассказывали переживший голодомор. Рассказывали мне люди, которые действительно не понаслышке от бабушки к бабушке, от бабушки к внукам передавалась история о Холокосте. И так далее, и так далее. То есть вот это подняло такую волну, может, это не пишет все словами, обиженных, обделенных народов. А почему именно эту песню вы решили исполнить на Евровидении? Никакую-нибудь другую вожих так много? Странно. Я на самом деле не делала ее специально для конкурса. И даже мне ее пришлось на полторы минуты сократить, чтобы это было так тяжело просто взять и отрезать полторы минуты музыки, потому что там формат четко три минуты. Я хотела просто, чтобы если выходить на конкурс уже сейчас, совершенно с другими уже мыслями, не так, как это было, например, пять лет назад с песней «Смайл», совершенно с другим посылом, то выходить в совершенно другом качестве, рассказав историю, которая волнует меня, которая бы волновала тебя, 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 которая бы действительно волновала людей, окружающих меня. Понимаете, вот не просто какой-то призыв, да, как было такой «Улыбайтесь, ребята, чуваки, от улыбки станет всем светлением». Да, это было искренне под тем, и адресовывалась тому времени, тому периоду моего творчества. И Смайл абсолютно на меня был такой же искренний и с таким же посылом. Просто уже прошло действительно пять лет, когда я уже совершенно не могу написать даже сейчас такую. Именно сейчас я не могу сейчас ни спеть, ни исполнить похожую песню на конкурс. А вот помимо положительных отзывов о вашем выступлении, не было ли такой критики о том, что все-таки «Евровидение» носит такой развлекательный формат, а песня на очень трагическую тему. Вот с таким мнением и критикой вы сталкивались? Конечно, я нормально к ней отношусь, потому что, и даже смеюсь, потому что опять, коль я вспомнила песню «Смайл», когда я ее пела в 2011-м на отборе, был тот же эффект. После первого полуфинала все кричали во всех газетах, писали со всех всевозможных СМИ, что все, эта песня победитель, и вот такая песня нужна, веселая и посыл. А кто-то писал, Джамала, ну ты же такая глубокая, да, может быть, какую-то балладу? Я к верши ми верши. Ну, то есть, как бы люди всегда будут искать что-то. Вот сейчас грустно, а им хочется веселое. Тогда было веселое, а может, грустную. Ну, то есть, все время есть какая-то вот такая вот история, и я уже, как бы, нормально к этому отношусь. Я вот еще сталкивался с таким мнением о том, что люди, когда слышали эту песню, то у них складывалось впечатление о том, что она не в 1944-м годе, а в 2014-м. Вот у вас, когда вы ее исполняли, не создавалось такого впечатления? Конечно, можно провести параллели, к сожалению, но мне не хотелось бы, чтобы это было так страшно, как тогда. Не хочется этих всех убийств, вагонов, депортации. То есть, конечно, сейчас тоже все непросто, но не хотелось бы все-таки вот прям проводить четкую параллель 1944 с сегодняшним временем. Хотелось бы верить, что все-таки прошло очень много времени, и люди должны научиться слышать друг друга, должны научиться быть толерантны, гуманны, и все-таки они имеют право на свое мнение. Да, его всячески заглушают, пытаются как-то сейчас бороться с людьми, которые думают иначе в Крыму, которые поддерживают Украину. Им сложнее, им страшнее, им больнее. Но вот, собственно, для этого и нужны мы, чтобы оказывать им, собственно, эту поддержку и понимание. А не говорить, что «А, вы там все, Крыма дали, вот там и будьте, там без света сидите». Ну, то есть это нехорошо. Наш последний вопрос. Мустафа Джамилев, лидер крымских татар, поддержал вас и призвал отдавать за вас свои голоса. И в качестве одного из обоснований того, что нужно поддержать именно вас на этом конкурсе, он сказал о том, что в случае вашей победы тема оккупации Крыма выйдет на новую высоту. Вот так он сформулировал. Поддерживаете ли вы это его мнение? Ух ты! Ой, я не слышала этого. Интересно. Ну, конечно, я осознаю, что это ответственность. Если я и сильно, у меня будет возможность поехать, поехать в Стокгольм, выступить со своей песней, конечно, там очень большое внимание привлечет все СМИ, да, международные СМИ, которые будут освещать этот конкурс. И, конечно же, рассказывая о своей бабушке, я рассказываю о трагедии целого народа. И, конечно же, всплывает Крым. Конечно, я думаю, что и будет всех интересовать, а как сейчас, а как... И так же, как вас, скучаю ли я, и что я буду делать дальше. Поэтому, мне кажется, это может действительно привлечь, наверное, больше внимания, что все-таки немножко за два года подзабыли о том, что Крым сейчас находится в состоянии таком подвешенном. Он украинский, но пока сейчас невозможно к нему пробраться, скажем так, насколько я все это вижу. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok